Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешенному. Номер 1164. События дня. Псалом 118, 51. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. За 23 февраля 2019 года. Ну, наше объявление всегдашнее. Умерла сестра, 42 года, четверо ребятишек осталось. Муж глухонемой. Болящий. Ну и вот еще. Показаны ролики, как были погребения, отпевания. То есть это безобманно все. Ну и вот данные, как тут. Решили. Попросили открыть. Говорит, может кто-то и поможет. Ну это вот первое. Два ролика выставил сегодня. Вот такой вот выбор. Как назвать? Мне нравятся ролики называть. Не то, что сногсшибательно, а по Слову Божию. Как входит это событие в Святую Библию. Елена, если бы не ты, как бы могла смотреть занятия в повторе? Она пишет Борису Семеновичу. Сегодня выбило меня, и твоя запись помогает нам просмотреть занятия и не оторвать вся тема. Спаси Христос. Борис, благодарю вас за вашу оценку, меня недостойного. Юрий присоединился к беседе тут еще. Роман. Слава Иисусу Христу, Отцу и Святому Духу за все. Благодарю Бориса Семеновича и Игоря Васильенко за то, что дали нам возможность подробнее изучить вчерашнее занятие в нашей группе с Игнатием Тихоновичем. Юрий Собольф. Это мне пишет в моем мире, в других ресурсах. Мир вам Игнатий Тихонович. С огромным удовольствием, с пользой посмотрел ваши ролики с Бритным Рустиком. И мусульманином слушали с женой. Потрясающие беседы. Особенно вторая. Много мыслей и соображений. В качестве одного Рустик задает вопрос о чистилище. Это католическое учение. Но вот что интересно. На одной из лекций отец Геннадий Фаст сказал. А что такое мытарство, если не православный вариант чистилища? Думаю, эта мысль вполне уместна. Интересно ваше мнение, Игнатий Тихонович. Отвечаю, нет. Это не чистилище, а православный посмертный хадж, по воспоминаниям. На православных феодориных мытарствах с добродетелями монашескими от Василия Нового нет ощущения ни от чего. А идет временное судилище за прошедшее, ставшее самым настоящим и всепоглощающим воспоминанием. Попытки переменить статус исчезли, как влага в пустыне. Как влага в пустыне. Вот опять выходят другие. И на мытарствах только воспоминания, ничего и нигде не меняется. И священник, и отпевальщики не дают ни малейшей гарантии, что ему, тому бедолаге, польза там, за гранью наших вожделений. И все еще шумного пира и скачек на ипподроме жизни. Польза от наших тугриков, польза, никакой нет. Польза только для толстомордых и беренчащих. А вот счастилищем и индульгенцией, двойняшки, порожденные хитрованными толстомордами, тут поопределение можно заранее даже откупить себе возможность грешить и не быть в долгу перед юридической нахлобучкой. Там ищий палач душ, бритый попежник, умно разъясняет, что тому, за кого вложили динарии, ему помогло, он уже голову из пламени поднял, потому и потом до бочки с водой на берегу огненной полыньи выберется. А у православных шулеров в рясах и безонных никто и никакой гарантии не придумывал. Меньше им и отвечать за пустословие трухлевое. Католики грешнее наших эквилибристов в разы. Но родственники покойников у православных могут быть иногда более утешены, взирая на неопределенность, тверже в посмертных избавлениях от мук. Нужен разговор о судьбе человека, тут говорю вот. Дорогой брат Максим. Я пишу. Слушайте внимательно. Вот о ролике там об одном мере. Вы говорите все как с бухты барахты. Этот ролик о Синицком, об этом изверге и холителе всех святых, ролик о разоблачении Синицкого, составлен, как говорят, в миссионерском отделе Новосибирска. Поняли? Я вообще никакого отношения к нему не имею. Совершенно и никакого. Мне его прислали. Вот теперь под этим ключом снова все проверните, кто этот Синицкий, что он делает. Он на мне запнулся и теперь его нутро выворачивает. Он 10 лет делает величайшей мерзости. Медленно и с молитвой просмотрите этот ролик ваших собратьев по Перу от Новопашина. Похоже, вы так пролистали на ветру и ничего не поняли из ролика-то. Ролик этот огромный потенциал в себе содержит. Составлен не одним человеком. Получен ими материал почти мирового значения. Арсен, здравствуйте. Я хочу купить книги. Систематическая симфония на жития святых. В мягком переплете. Книги так. Самая полная симфония на неканонические книги. 300 рублей 200, 500. И толкование на весь новый завет Блаженного Феофилакта. 3000. 3500. Итого три книги, 852 страницы. В них 230 цветных иллюстраций Гюстава Дорея в полный лист. И 10 по цветных картин классика. Александр пишет один. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Разрешите выйти с вами на скайп. Диалог на 2-3 вопроса. Очень нужна мне и многое непонятное в вопросах. Ну, день субботний. Что тут? Печку тут потопил. Сергей Пупков приезжал. Ну, а я там трубы, это надо закрыть, кошек кормить. Мне пришлось в подпол там лезть, и там три черных кошки. Уличные кошки, их мы взяли, и они сытые, гладкие такие. Ну, и вот они там есть, теперь надо кормить. Ну, вечерня была. Вечером помолились, хорошо все. Тепло было. Да и на улице-то не очень холодно. А я тут днем что? Голубями лазил на голубятни. В избе тут я показывал, как я расстилаю бумагу. Голубят вам поношу и прочее. Ну, такой был день, как бы, короткий сказать. Ну, все-таки. Известия писали, отмещал. Тут как-то так, но все вплотную. Вот так. Ну, и слава богу. Я не захожу сейчас. Ну, могу показать наши ресурсы. Вот. Вот эти наши ресурсы. Если что, писать, то на них надо заходить. Вот как оно выглядит. У меня нормально вроде работает, переключается. Вот он я стою. Ну, и форум наш. И даже, вот сейчас я обновляю, и обновится, наверное. Это мне вообще удивительно. Вчера программисты были. И вот такой вот безделушку там поставили, приделали. Первый раз я такую вижу. Ну, очень хорошо. И ночью работаю, и днем работаю. И закачивает быстро. Не знаю, что это за фокус такой. Ну, а это вот наш православный видеоканал открытым оком о свете Библии. Вот так. Что тут? 234. Сейчас обновлю, посмотрю, так ли это. Ну, да. Это вот. И сайт во свете Библии, православный библейский сайт. Ну, а остальное так уже ничего. Тут очень самое важное, считаю, это вот 24124 ответа по тему. Тут огромный-огромный материал. Я вел занятия много лет в милиции. Очень хорошие отношения были с главой Алтайского края, с милицией. Вальков, генерал. Приезжал он потеряя, как-то Господь так дает. Я это все открываю, а на меня за это нападают, нападают. А я сегодня тут еще выстояли на меня там с этим, с пороскуном. До того смешно. Ничего больше нет. Я без улыбки не мог слушать. Спаси, Христос, кто составляет, и прочее. В это время вы другие зла не можете сделать, пока на мне задействованы. А знать-то ничего не найдете. Вот за магнитофоны. Сколько стоит? Магнитофоны – это капля в море. Что они мне должны были? Фанатека. Самая крупная в мире составленная погубили. Фанатека. На которую у меня фактически ушло, может быть, 30 работ. И все это по государственным расценкам было сделано. Ну, не умный-не умный диктор, который говорит, видно, что опустошенная душа-то, безбожник, не молится. Самое простое еще не может решить. Вот вы думаете, как, да вот, как. Ну, суд решил. Суд решил. Мне какое-то, мне, не прокурор решал здание-то мне отдать. И решение заново возобновить невозможно. Так и написано. Невозможно. Даже если бы я сейчас решил, давайте это переиграем, никак нельзя. Все решено, печати поставлены, земля приватизированная. Вот. А почему там вот где-то там так? Ну, так и есть. Вот я как зарегистрировал, старую регистрацию власти не стали переделывать. А это лично мое место. Вот здесь земля приватизирована. Все как надо. Благодарите Бога. Мы за вас молимся, за всех. Не другов. Потому что вы враждебные, а за вас повели намолиться. И я просто искренне помолился. Вы так действуете, столько слышите. Надо свою совесть коверкать. Бедные, несчастные. Меня-то вы совсем не трогаете. Ну, что там нашли? Ну, зазомбировал я их там прокурора, генерала-лейтенанта. Мэра города. Он приезжает ко мне. Мэра города. Не просто мэра. В десятку лучших мэров России входил. Баварин Владимир Николаевич. И он приезжал. Его подпись тут на все, что у меня есть здесь. Когда бы не обратился, они вот они рядом уже. Позвонил или где. Как ректор самого крупного университета. 21 тысяча студентов. При полном профессорском составе, если меня видит. Он рукой машет, заходи в кабинет. При всех встанет, обнимет, поцелует и поклонится. Я преклоняюсь перед этим человеком. Евсегнеев Владимир Васильевич. Такие же отношения с проректором по учебной части. Ну, почему? Да Господь глаза открывает. Я уж не говорю, сколько директоров заводов, фабрик, депутаты. Губернатор края. Как ко мне относятся-то. Ну, маленько-то гляньте. Вы судите, говорится, с кондачка. Не видите, не знаете. А у меня-то люди-то рядом, которые живут-то. Я как-то сказал, говорю, вчера вот с губернатором так. А тут журналист один, Тепляков Сергей Александрович. Он Кочевников подписывается на это. Он говорит, это вам что-то? Вы считаете, что важное дело? Это для них важно. И губернаторов в каждом регионе. И мэров. А вы один на всю страну. Один. Я как-то сказал, это председательский совет. Он говорит, да нас их тысячи, а вы один. Притом разные люди независимые. Почему? Я делаю все открыто. Делаю любя. Преступники каялись. А вы-то сидите там в кабинете. Еще у вас же нету. Нету. Сейчас я взял метлу, пошел в горку какую сделали. Снег выпал. Утром будут дети, чтобы кататься. У меня радостная, веселая жизнь. Ну, сделайте ролик еще. Как я тут горку сделаю с ребятами. Дальше. Как мы дороги делаем. Ну, как пруды. Ну, проще. Там роликов-то еще. Ну, хотя бы, по крайней мере, 50 роликов вы можете обо мне сделать. 14 тысяч моих роликов и 150. 14 тысяч и 150. Ну, потрудитесь еще. Потомкам оставите возможность заглянуть, где мы жили, с кем жили. Мои встречи там, где видите, с мэром города, что он пишет. Ну, и что можно было снять. Как я там бываю в милиции, в краевом управлении милиции, что он, генерал, приехал в Потеряевку, и как мы там были. Он приехал, я его не знал даже, где-то. Приехал доктор медицинских наук Шойхет Яков Нахманович. Операцию мне делал. Еврей. Умница из умниц. Только скажу слово, и он, вот он уже. Это как так? Это Господь делает, Господь, Бог. Это никак нельзя по-другому. Это я только сегодня вот этот. Не смотрю, что там синистки ставят. Мне это некогда. Ну, тут интересно. Хорошая фотография по Раскуна, как будто мы рядом стоим. Я благодарю за фотографию. Хорошую фотографию. Кто поставил, не знаю. Вот. Я иногда вот, надо позвоню в митрополит. А, митрополит не такой. Ну, что ты митрополит это? Что он тебе подчиняется? Или патриарх какой-то? Ну, просто рехнулись уже. И на митрополита он говорит, стущая от рогами, копытами. На него никто не повлияет. Он на нас выдает самые блестящие везде. У меня исключительно близкие отношения были со следователем. Он покаялся. Принял крещение. Следователь краевой прокуратуры. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Полковник. А один следователь из КГБ, следователь этой организации серьезная, обратился и стал священником. Тут и без меня Господь обошелся. Ну, в моем доме он стал православным, и сына у него, я крестным стал. Вот как Бог делает. А у вас-то ничего нет. Ну, сидите там, шипите, свистите. Какое ко мне отношение-то имеет? Вы видите, я там на бетру с ребятишками обедаем, играем, катаемся, играет. Игры разные на футбольном поле. У вас ничего нет. Одна и та же фигура. Бурчит и бурчит. То есть ни о смерти не думает. Ничего нет. Не видно, что он там читает, проповедует. А у меня проповедеют только сколько тысяч, которые в храме проповедят. Ну, вас-то кто когда-то решит? Притом я при епископах. Как я езжу по разным странам, как в Америке там езжу, как в Синодии был, ну и прочее-то. На молитве стоим. Фотографии остались с митрополитом, с епископами. Почему я-то никто? Никто. Бог так делает. Унижающий себя возвышен будет. Это Бог делает. Златоуст говорит, что слава имеет такое свойство. Если ты за ней гоняешься, она от тебя убегает. А если ты от нее убегаешь, она за тобой гонится. Но я никуда не гонюсь. Я просто делаю свое дело. Делаю так, как могу. А хорошо это или плохо, Бог решит. Но я вижу, как люди поднимаются. Как это дорого все. Да. Зашел и как-то одна организация. Сейчас, я не знаю, Единая Россия, кажется, там и женщина. И говорит, о, Лапкин, я вас помню, я вам помогал. А когда вот в суд шел, я такая пишу, вы мне помогали? А как вы помогали? Ну вот это, и мне никто не помогал. Никого не было. Один Господь. И уже утверждено было Верховным судом. А президент отменил гражданское дело. Гражданское, по пленкам. Не убийство. Представитель Крайового суда мне говорит, это единственный случай, как я знаю. Обычно там уже Верховный суд этим не занимается. А тут занялись. Я всех отблагодарил, нашел, по городам проехал, всем книги подарил. Ну, у вас нет ничего. Я могу только сожалевать. У вас скучная, грязная жизнь. Копается там дом не такой, где-то что-то как-то. Почему я не смотрю на ваши квартиры? Да не даром не нужно. Ваших квартир тысячи. Но чтобы мэр города приехал и мне вот как отдавал, и как центральная газета все фотографирует, огромная статья появляется. Лапкин припочел храм недвижимости. У вас-то ничего нет этого. Еще я могу сказать, только пожалеть. Между прочим, у меня никакого к вам отношения нету такого, что там вот ему там. Только, Господи, не отпусти их из жизни без покаяния. Иначе вместе с дьяволом будете мучиться в огне, как лжецы. А вот Игнатий лжет, то другой лжет. У меня да прабабки исследовали по санкции МГБ. И ни слова нигде, как выступал свидетель Геннадий Фаст, ныне доктор богословия Менонит, в моем доме старший православным, а потом священником, отец Геннадий Фаст. И он говорит, у православных есть такая, что ложь во спасение, а разве спасение. Но Лапкин тем отличается от других, что он даже это не воспринимает. Никак. Если правда убьет человека, пусть он умрет. И это взял у доктора Мартанцена, датчанина, и по их ему епископ. Ну ко мне какие претензии? 35 лет стажа у меня трудового. 35 официально. И за 35 лет я получаю пенсию в 8141 рубль 33 копейки. На сегодня, на сегодняшний 23 февраля 2019 года. Ладно ли это? А мне не давали, да работы не давали. Только при вневедомственной охране, при железнодорожном районе, где я жил. Вторая строительная. Вот так. И ничего, все позади. И моя жизнь закончилась. Лет жизни человеческой 70 лет. А при большей крепости 80. И самая лучшая пора их труд и болезни. 89-й псалом, псалмопевца, царя и пророка Давида. А мне уже 80. Я уже всю крепость истратил. И все еще хожу, играю, бегаю, купаюсь, катаюсь на велосипеде. У меня никогда не было ни мотоцикла, ни машины. У меня вообще ничего нет. Пиджак. Все. Наверное, в три слоя даже как на валенках заплаты. Я вообще не люблю новое. Зачем? Эти деньги лучше кому-то отдать. Почему люди так и расположены? У меня врагов, вот я смотрю, нет. Вот сейчас только разрешаю так. Двое человека приближенные могут что-то принести, если уж никак нельзя там. А остальным ни под каким видом мне ничего не давайте. Не надо. Записывайте болящих у православных. Я никогда не разрешаю записывать. Я не болею. Зачем я буду лезть? Я ни разу еще на соборование не ходил. Зачем? Я здоровый. Так что ничего не болит. Да все болит. Все. Но это не болезнь. Это отмирание организма. Такое естественное. Вот так. Такой хороший был день. Еще один ролик на меня сделали. И скажу, что при моих материалах, при том столько у меня книг, 38 в бумажном варианте, до 7 в электронном виде, на нашем сайте они все, вы еще можете минимум 50 сделать. И все они будут интересные. Интересные. Ну, поменьше только врите, и все будет хорошо. Как есть. Характеристика. Для слова Божия нету. Как меня судили. Ну, наша родня, какие были, как я рос. У меня все написано. И все подтверждается роликами и фотографиями. Я благодарю Бога и за этот день. Это Бог дает так. Аллилуйя. Аминь.